Маршрутов жителям и гостям Ненецкого округа предлагает Центр арктического туризма. Шесть направлений ориентированы на летний отдых. В два раза больше 12 туристических продуктов предложат исследователям Заполярье зимой. В числе новинок от турцентра – однодневный или двухдневный водный маршрут к Дедовским озерам, где можно полюбоваться природой Ненецкой тундры, порыбачить и заняться сбором дикоросов. Одними из первых новые туры пробовала наша съемочная группа. Поездки на Дедовские озера пользуются популярностью у жителей округа. Сотрудники Центра арктического туризма разработали обновленный маршрут специально для семейного отдыха. Я его отношу как к категории релакс-туров, то есть абсолютно без нагрузки выехать на природу, получить заряд бодрости, энергии от данной местности, от природы, от ее красот, от элементарных забросов спиннинга на такие рыбы, как щука, плотва, окунь. Старт у озера Харитонова. Туристы отправляются в поездку на надувной лодке, оборудованной спасательными жилетами. Впереди полуторачасовая водная прогулка. Сначала по реке Куя, а затем по каждому из трех озер, которые носят название Дедовских. По пути можно встретить и местных жителей, для которых озера – излюбленное место рыбалки. Частные здесь бываете? Очень часто. Как только от свободного времени, так и здесь. Много поймали? Нет, небольшой улов. Сопровождают группу инструктор и водители лодки. В пути туристы слушают рассказ о природе округа, о животных и растениях, которые встречаются в этой местности. Программа тура на Дедовские озера самая разнообразная. Здесь можно искупаться, подышать целебным воздухом, пособирать ягоды, морожку, смородину, голубель. Можно порыбачить на утренней или вечерней зорке. А желающие остаться на все выходные на Дедовских озерах могут остановиться в избушке, в которой есть все необходимое для комфортного отдыха. Мария Романчук много путешествует по Нинницкому округу. На Дедовские озера она приезжала еще ребенком. Как утверждает гид, здесь каждый турист найдет себе занятие по вкусу. Само по себе озеро Дедовское уникально, так как оно образовано в последниковый период, о чем свидетельствует и галька по берегам озера, и вся местность, по пути которого проходят маршруты на озеро Дедовское, это и река Акуя, и Дедовская виска, само озеро. Здесь очень интересная природа, традиционная классическая тундра сочетается с прибрежными поймами, с ельниками, барами. Здесь на самом деле очень красиво, и любой, кто сюда приезжал хоть раз, запоминал это место и стремится попасть снова. В лесу можно увидеть следы животных – медведей, лосей и зайцев. На озере обитают выдры и андатры. Проплывая озеро на лодке, турист окунется в нетронутый человеком мир природы, полюбуется пролетающими над головой птицами, сквозь прозрачную воду понаблюдает за мальками рыб. Живописный пейзаж, водная гладь и ароматы трав – такая поездка никого не оставит равнодушным. Резиновая лодка вмещает до шести человек, поэтому такой тур идеален для семей с детьми. В процессе поездки можно получить и долю экстрима, например, попав под теплый летний дождь и пробираясь через настоящие северные джунгли. Подготовка к подобному отдыху не займет много времени. С собой необходимо взять только термос, бутерброды и средства от насекомых. Подать заявку на тур можно всего за три дня до планируемой поездки. Узнать больше об арктическом туризме теперь можно на обновленном сайте visitnow.ru. Портал имеет простую структуру, состоит из шести разделов. Например, Неецкий округ, что посмотреть, чем заняться. Один из разделов сайта представляет собой набор туров и экскурсий по региону. Там все туры размещены сразу со стоимостью на одного человека, чего раньше не было. Сейчас это стало очень удобным. Можно посмотреть, что по карману, что не по карману, выбрать. Под каждым туром есть контакты туроператора. Можно позвонить или написать. В разделе Ненецкий округ собрана информация о регионе, культура, быт и традиции ненецкого народа, погода и климат, а также фото и видеогалереи, которые дадут туристам представление об округе. В этом же разделе представлены новости арктического туризма и туриндустрии. Субтитры создавал DimaTorzok